привет друзья думаю что наконец настало время немного остановить цаповую агрессию которая как вы наверняка уже заметили в последнее время здорово оккупировала наш канал и поговорить уже о каких-нибудь наушниках и пусть сегодня предметом нашего обзора или нашего разговора станет новая динамическая модель от компании к которой крестили h2 apal и назначили за нее цену 80 долларов купить ее можно официальном сайте компании или в официальном магазине на алиэкспресс и как акикинера всегда уделяли большое внимание презентации своего товара и поэтому пытались завладеть сердца покупателей меломанов не только звуком но первым делом внешним видом упаковки и конечно ее содержимым видимо в этих компаниях очень хорошо знают русскую поговорку по одежке встречает и видимо четко следует ей h2 apal не стали исключением поэтому тоже получили почти конфетные очень яркую упаковку в которой в качестве бонуса кладут еще магнит на холодильник с изображением какой-то какой-то стильной инста девушки у которой на плече сидит тотемный зверек компании лис феник думаю девушки пубертатного периода будут больше довольны этой коробочкой подарочком чем звуком наушников но это не точно конечно вся основная информация находится здесь на съемной белой обложке с оформлением который как вы видите тоже очень неслабо заморочились и даже украсили ее перламутровым изображением самих наушников однако нам с вами ребята я думаю не так важны все эти украшательства и магнитики как характеристики этой модели которые разместили здесь на одной из боковых сторон а график который кстати чем-то похож на мой разместился на тыльной стороне обложки и так излучателю наушников 10 миллиметровый динамически с диафрагмой из углеродного волокна или карбона чувствительностью наушников 100 децибел диапазон часто 20 герц 20 килогерца импеданс 32 ома комплект новой модели традиционно друзья впечатляет потому что содержат себе сами наушники и кабель фирменную брошь с изображением лисенка и логотипа всего шесть пар овальных силиконовых амбушюр три пары пенных знакомый по другим моделям чехол из кожзама со шнурком пару запасных овальных фильтров на звуководы и инструмент для извлечения mcx коннекторов умея в дизайн упаковок было бы очень удивительно если бы в компании не позаботились как всегда и о дизайне наушников в этом плане поверьте друзья и к тоже знает толк и на примере своих других моделей не раз это нам уже доказывали новые же у each 2 своей формой очень походит на предыдущий его h1s но конечно здорово отличается своим оформлением они тоже небольшие они тоже почти полностью изготовлены из металла но имея вот эту прозрачную пластиковую прослойку которая проходит здесь сквозь весь корпус очень здорово конечно выделяется на фоне многих разных наушников кстати через эту прозрачную вставку если посмотреть сбоку можно разглядеть динамический излучатель а если посмотреть фаз можно разглядеть вот здесь фрагмент печатной платы элементы содержащие по утверждению производителя 24 карата золота шики блеск одним словом но внутренняя сторона примечательно только лишь достаточно длинными и овальными звуководами но и mmsx разъемы ожидаемо поджидает нас на верхней поверхности наушников кстати мои темно-серые конечно выглядит стильно но по сравнению с остальными расцветками воспринимается скучными напомню в магазине можно взять можно купить белые можно выбрать темно-зеленые фиолетовые и еще золотые мне очень кстати понравились белые но я почему-то все-таки взял серые наверное посчитал их более практичными стоковый кабель по толщине скромноват из-за чего наверное не может считаться true аудиофильским но лицом своим достаточно хорош он сплетен из тонких разноцветных жил покрытых полупрозрачной тугой оплеткой и оборудован аккуратной и не вызывающей фурнитурой с логотипами компании его минусом отнесу способность дубить на морозе а к плюсам неумение запутываться и трепать этим нервы теперь уже по традиции друзья несколько практических советов по подготовке наушников к эксплуатации и перейдем к самому звуку прогрев им на мой взгляд очень даже необходимо желательно чтобы он продлился не меньше 10-15 часов на громкости гораздо выше средней сделать это необходимо для того чтобы немного разбудить и вывести динамик на его рабочий режим что касается амбушюр то лучше всего именно мне подошли те которые позволяют усадить эти наушники глубже чем например спирал доты или подобные в противном случае если посадка будет не очень глубокой то верхние средние частоты которые здесь имеют заметный подъем это уже проверено дадут обязательно себе знать источник на мой взгляд им лучше всего подходит техничный но одновременно тот который сильно не акцентирует высокие средние частоты да и кстати он не должен быть совсем слабенький наушники любят источники помощнее но что же касается самого звучания то то что компания отклонилась от своего фирменного и от своего басовито эмоционального v-образного звука за которыми ломана собственно и полюбили первые две модели стало заметно конечно еще по прошлой модели увечь 1s а с этими наушниками их колыхнуло еще больше еще дальше в сторону даже относительно предыдущих если у h1s буквально хрустели буквально кололи извинили как сосульки на морозе из-за своей техничности и псевдо детализации а из-за отсутствия саббаса и подрезанного мидбаса звучали как тонкий и острый осенний лед то h2 приобрели уже гораздо более теплые более человеческие массивные тембры а вообще ребята достав их сразу из коробки впервые послушав меня буквально тут же посетило ощущение дежавю и показалось что подобную похожую на эту тоналку мне уже приходилось где-то слышать и немного поковырявшись в закоулках или за кормах своей памяти оттуда всплыли динамические наушники на источники и ловки я не поленился нашел сети график ловки вот он пожалуйста сравнил его со своим графиком и к и увидел что графики действительно чем-то схожи понял что память мне все-таки меня все-таки не подвела смотрите сами ребята схожих моментов у них действительно хватает но несмотря на это h2 все-таки имеет ряд положительных преимуществ у них меньше саббаса но лучше очерчен мидбас у лофте я точно помню был немного мутноватый низ у ика нет такого провала на нижней середине как у лофте да и в целом средние частоты и к имеет лучшее разрешение а вот высокие частоты тембра выходит и похоже у них на слух своей протяженностью насыщением все-таки немного лучше уика ненамного здесь они тоже не очень протяженные и не очень содержательные но все-таки считаю лучше но и можете видеть ребята что и те эти наушники очень здорово объединяет заметно приподнятая верхняя середина поэтому обе модели в этих местах заметно громкие не везде конечно но все-таки могут быть навязчивыми кстати именно поэтому я и посоветовал к ним какой-нибудь или массивный или пусть техничный но обязательно нейтральный плеер ну а если коротко пробежаться по частотам то низкие у наушников хоть и не имеют заметной глубины и массы отличается больше своей техничностью и точностью вас здесь быстрый он хлестки и достаточно плотный но нужно понимать что эта модель явно не для басхедов и конечно не для любителей качающих низкочастотных импульсов и естественно больше для любителей разборчивости и натуральности в живой и инструментальной музыки в пример приведу трек пульсар от одного из любимых мной исполнителей марка лакери у которого бас это наверно некий культ который в его группе кроме него почитают абсолютно все музыканты без исключения композиции это сложная быстрая и достаточно насыщенная но нашим наушникам удается с ней неплохо справиться и удается передать и барабанную дробь и дрожь бас-гитары не забывая при этом передать разницу в тембрах не текстурность основных инструментов а средние частоты хоть и не отличаются уже скрупулезной аналитичностью из-за некоторого присутствия здесь теплых и приятных упитанных тембров все-таки могут показать неплохую детализацию с передачей всевозможных послезвучий и могут показать очень внятное четкое разделение между инструментами и совсем немного друзья хочу остановиться еще на голосах исполнителей понятное дело что женский вокал здесь воспринимается более энергичным и более одухотворенным чем мужской очка наушников как бы откровенно на это там и намекают но точно скажу вам что и мужские партии не обделены здесь телом и массой звучат на мой слух достаточно объемный вполне естественно первый пример промис в исполнении корейской певицы вонг сан реально заставляет вас буквально раствориться в ее голосе потому что в нем действительно создается иллюзия и живого исполнения и вашего присутствия на ее концерте а второй блюзовый like love хорошо на мой взгляд демонстрирует объемный немного гладкий но живой достаточно фактурный мужской вокал а право исчез снова напомню что они не всегда не только конечно в определенной музыке могут неприятно и громко лязнуть или какой-нибудь скажем отдельной струной или гитарным риффами или каким-нибудь экстремально визгливым голосом поэтому слушать в них слишком отвязный десметал я конечно все таки не рекомендую ребята все остальное в них совершенно не утомляет и они на мой взгляд благодаря своей больше гладкой и теплой презентации вполне неплохо подходят даже для длительного прослушивания про высокие частоты особо говорить нечего при средней протяженности и небольшом насыщение ухом они воспринимаются все-таки наверное как просто естественно никакого металлического налета никаких заметно цикл ищих призвуков и других искажений которые бы заметно портили здесь общую картину я так и не вывел друзья чего не хватило лично мне так это наверное скорее всего более воздушного пространства и конечно насыщение его разными по глубине тембрами и затуханиями что хорошо слышно примеру джазовом треке bye bye love в котором на самом деле очень много перкуссий много разных перестукиваний и как всегда в такой музыке много фонового шелеста который остается после струн и щеток но вот наши наушники к сожалению в состоянии передать только лишь малую часть буйства высокочастотных красок которые здесь есть воображаемое пространство наушников примерно среднее по величине но благодаря своей неплохой трехмерности как я уже по моему и говорил способны обмануть ваш слух и позволить вам виртуально побывать на каком-нибудь концерте а если честно друзья то конечно у новых наушников и кович 2 пал мне кажется складывается не очень завидно и даже наверно непростая дальнейшая судьба потому что конкурировать с большим количеством оппонентов в этом сегменте оперируя только лишь своим звуком им будет замечу очень не очень непросто тут мне кажется слишком уж много конкурентов на один квадратный квадратный доллар и признаюсь есть некоторые решения которые стоят дешевле а звучат пусть и не намного но все-таки интереснее а вот если уже учитывать их цену за звук за внешний вид и за их классный комплект то судьба становится к ним уже более благосклонны но так как мы с вами оценим наушники первым делом конечно за их звук то предлагаю откинуть вот эти разные фантики и рюшечки и сравнить их с конкурентами именно по звуку давайте откроем с вами график хитовых т3 плюс king hi-fi т3 плюс стоит которых 69 долларов не имеет конечно такого комплекта как у h2 но имеет народную и более приятную для уха настройку звука близкую harmon таргет они по сравнению с h2 имеет более массивные глубокие низкие частоты чуть более утопленные но более гладкие средние то есть не такие громкие вверху и чуть более протяженные высокие частоты у и к совсем немного быстрее и техничнее бас чуть больше информации на низких средних частотах поэтому мужской вокал у них звучит все-таки более открыто но они громче и ярче на высоких средних поэтому не так универсальные по сравнению с т3 плюс они имеют не очень информативные высокие частоты 3 повин или стоит всего 50 долларов но имея также более привычный тональный баланс естественно кажется более привлекательными для покупки однако нужно обязательно учитывать тот факт друзья что общее разрешение у них все-таки немного ниже чем у героя сегодняшнего обзора конечно я могу продолжать сравнивать их и дальше с той кучей что сейчас есть на рынке но я думаю что вы и сами поняли что делать это можно до бесконечности потому что конкурентов у них действительно здесь очень много для себя же сделал вывод ребята что несмотря на то что этих наушников нет сильно выраженных и заметных недостатков единственно они конечно могут кому-то показаться громковатыми на ваще мне все же ближе такие наушники как тин хай фай т3 плюс как упомянутые миле и многие другие имеющие похожие тональные балансы похожий таргет как то так друзья все необходимые ссылки включайте пересылку на архив с графиками а чеха обозреваемых наушников найдете как всегда под видео а у меня на сегодня все всем спасибо за внимание и до новых встреч